Приветствую, друзья! Ну, посмотрите, какая картина. Ещё, конечно, не оконченная. Вот мне там посоветовали. Кстати говоря, там в коллективном разуме у нас в комменте кто-то написал, что это Сатурн, шляпа. Да, и я второй раз это слышу, потому что когда Наташа здесь помогала мне рисовать эту картину, она тоже сказала Сатурн. И вот получается, может быть, и так и назвать её «Девушка в шляпе Сатурн». Ну, шляпа, как бы так называется, Сатурн в кавычках. Получится «Девушка в шляпе Сатурн» в кавычках. Да, вообще, это солнышко там, это вообще парад планет, как говорится. Вот такая вот идея такая появляется постепенно. Если вы обратили внимание, у меня все картины с какими-то двойными, тройными смыслами. Ну, одновременно я хочу сказать, в ответе на вопрос, в комменте мне там написали про НЛП, я говорил о том, что человек, который привёз НЛП в СССР, Алексей Ситников, который очень много компаний выиграл, сопровождал там много компаний, там много чего делал, там выборных я имею в виду. Ну, умный такой человек, профессор, психолог сейчас. Акмеологию он писал там в институте, когда зашёл докторскую диссертацию. И мне завкафедры по психологии Деркач. Он мне говорит, у нас вот такие серьёзные курсы проходят, даёт мне эту книгу здоровенную, акмеологию Ситникова. Ну, и, значит, я её открываю, думаю, что я тогда ещё не знал, что это такое. Я открываю, там написано, моему учителю Хасай Алиеву посвящается. Ну, я так обрадовался. Дело в том, что Деркач потом говорит, а он всем так пишет? Ну, слушай, ну что так? Ну, не знаешь, как реагировать. Ну, короче говоря, Алексей Ситников был у меня в гостях в Центре защиты от стресса. Ещё давно-давно, в конце 80-х, ещё давно-давно в Махачкале. И когда я ему по НЛП, НЛП на основе эриксонянского гипноза построено, на базе его изучения, и они там построили, они НЛП, нейролегуистическое программирование. Эриксон, великий Эриксон, он там умел находить контакт с собеседником, не обращаясь к нему, к его «Я». Не обращаясь. Это очень важный момент. Он как будто о ком-то рассказывал, о чём-то рассказывал, использовал мифологию, использовал метафоры. И человек как бы получал психотерапевтический эффект, как бы ни о чём был разговор, не про него лично, и он получал эффект. Такое искусство, такое его специалиста, но при этом ещё там были приёмы, чисто технические приёмы, это движения, которые обладали гипногенным эффектом. Там, например, внушение, что рука всплывает, рука всплывала, и вот Алексей Сидников, когда был у меня в Макачкале, он вот это делал, и я ему сказал, а если она не поднимается, это я дополнил, чего не хватало у Эриксена. Можно представить, что она пошла туда, вправо, например. Если туда не идёт, представить, что она пойдёт влево. Или вообще её надо от стола убрать, потому что, когда рука лежит на столе, ты себе воображаешь, что она лёгкая, и всплывает. А вот сигнализация стола, вот, ему сигнализирует, что она лежит на столе, и конкуренция сигналов получается, и она не поднимается. Вот если так, то надо её просто повесить в воздухе, найти положение плеча, чтобы конкуренции не было, чтобы шея в этот момент не болела. Ну, короче говоря, и там уже рождается метод ключ. Ну, и, конечно, Алексей очень удивил, он говорит, да, если не поднимается, оказывается, можно вот так сделать. Ну, так вот, что касается НЛП. Сейчас очень многие за эти годы познали НЛП, потому что у нас в стране всё очень быстро познаёт, всё, всё, что же зарубежное привозится. Все испытали и метод НЛП, и метод аутогенной тренировки, и метод медитации, и метод СИВ, очень много разных методов, и альфа-состояния, много-много-много-много. Конечно, вот эти состояния и технические возможности достижения их, них, их, позволяют нам быстрее учиться. Сильва, например, научил своего сына, судя там по рассказам, Сильва, это очень давно было, а он научил вот такому маленькому движению, ноготочек себе потираешь и входишь в состояние. То есть, снимаются шаблоны, барьеры снимаются, всё уходит, голова становится ясной, появляется уверенность, и так далее, и так далее, и его сын стал отличником. Как бы ни о чём я стал отличником, не затрачивая большого труда. Ну, вот же мечта людей, чтобы без труда вынуть рыбку из пруда. Вот, пожалуйста, я тоже всегда стараюсь получить большой эффект с минимальными затратами, потому что с большими затратами может получить эффект любой идиот. Ну, это понятно. С минимальными затратами. И во времени, и в пространстве, и в деньгах и получить большой эффект. Так вот, такой эффект в организации своего состояния можно получить с помощью ключа. Например, люди, которые занимаются НЛП, а НЛП очень хороший метод, но у которых чего-то не получается, они применяют ключ для НЛП. Люди, ну, они разблокировку делают, снимают нервномышленные зажимы с помощью ключа. То же самое в йоге, то же самое в медитации. У кого что-то не получается, они используют ключ. Потому что, например, действия, снимающие нервномышленные зажимы, а у нас есть принцип подбора путём перебора, синхрогимнастика, это всё есть, и на каналах, и на нашем основном канале Ютуба это всё есть. и бесплатные ликбезы есть, и ещё посмотрите, вот у нас сайт стресса.су, старый сайт, там видеоматериалы, и новый сайт, который ведёт Фёдор Макаров, сайт хасай.ру. Да, посмотрите, посмотрите, что, конечно, в плане быстрого обучения, мгновенного обучения, там, интенсивного обучения, как ни назови, но речь идёт о том, что каждый человек хочет, не затрачивая много сил и времени, и средств, учиться успешнее, эффективнее, то есть повысить свою обучаемость. Но для этого, конечно, надо снимать нервномышленные зажимы. Поэтому, если вы хотите какой-то предмет освоить быстрее, самое простое, до занятия и после занятия применять приёмы ключа, которые вы подбираете по принципу ключа. Ну, подбор путём перебора, по критериям минимального усилия, по скорости автоматизации начатого действия, ну, там есть, 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 в других роликах это есть. И на бесплатных ликбезах, там, посмотрите у меня на YouTube-канале и в Telegram подпишитесь также. Там есть на YouTube-канале плейлист, и там на главной странице на YouTube-канале главная страница там плейлист бесплатный или без. Там посмотрите. Они там по 2-3 часа. Это мой подарок, это моя любовь к ближнему в наше трудное время. Да. Уникальный контент я вам просто дарю. Это для тех, которые здесь впервые, которые просто не в курсе. Так вот. НЛП, Ключ, потом, значит, меня попросили там рассказать о Петрусинском и рассказать о Райкове. Ну, я вам сейчас скажу, скажу, скажу. Вообще, есть люди, которых я очень уважаю. Например, я психолога, например, Чихсен Михаил боготворю. Это который придумал теорию потока. Точно так же я боготворю. Павлова академика, Узнадзе я боготворю. Это титаны. Это титаны, которые на самом деле многое чего создали. Очень я люблю, когда я прочитал в книжке, сейчас вспомню, всех не упомнишь, ведь их много, оба титанов. Послушайте. Я сейчас вам скажу про ещё одного человека, которого я тоже очень уважаю, уважаю за что-то, а за что-то не уважаю. Он такой спорный для меня человек, это будет тоже интересно. Это так называемое интенсивное обучение, ускоренное обучение путём снятия психофизиологических блоков ума и тела. Но он так это не называл, он это называл обучение в гипнозе. Это проводил Райков. Владимир Леонидович, да, очень странный человек, потому что он печатался в науке и жизни, по-моему, он печатался в психологическом журнале, психологическом журнале Академии науки. Он, по-моему, так и назывался, психологический журнал. Ну, или как-то по-другому, ну, кто интересуется, найдёт. Райков Владимир Леонидович погружал детей в гипноз, внушал им гипнозе в гении, и они лучше рисовали. Вот за что я его уважаю, не за то, что он гипнозе это делал, потому что я это делаю без всякого гипноза. Я это расшифровал, я понял, я других людей научил этому делать без всякого гипноза. Оказывается, там просто снимается нервно-мышленный зажим. Да, спокойно совершенно. Можем почувствовать уверенность в себе, почувствовать там прилив энергии. Вот, ну, я же рисую, я же не гений какой-то, но я же не учился рисовать нигде. Ну, рисую, вот видите, какие картины. снимаешь нервно-мышленные зажимы, там несколько способов снимать, я потом расскажу, как я стал художником. Это же тоже интенсивное обучение, правильно? Сверхскоростное. Потому что я человек, который никогда не учился рисовать, на личном примере рассказывал. Сверхскоростное обучение, научиться рисовать, потому что мы все художники, мы все художники. Просто нас отучили, нам просто ставили какую-то картину, там, Шишкин, Репин, Левитан, и говорят, вот гений, понимаете? Вы туда смотрите и чувствуете, а вы-то так не умеете. А я впервые стал учить людей, вот чему, я стал говорить, так, конечно, ты так не умеешь, ты же не Левитан, и ты не Шишкин, и не Репин. Ты ты, так ты рисуй, как ты, а не как он. Вот она разгадка. Дело в том, что нам в старой школе учили, как делает дело кто-то, а надо делать дело, как делаешь ты. А для того, чтобы ты понял, чего ты стоишь, и в чём ты гораст, надо научиться снимать стресс, выходить на ноль, снимать ненамочные зажимы, выходить на самое себя, самоидентификация, так называемая. и мечтать. Если ты мечтаешь, ты уже художник, ты уже поэт, ты уже всё, ты уже творец, потому что человек по природе творец. Ты по природе творец. Просто тебе в школе научили, что творец где-то там. Это очень такой вопрос. А творец ты, а вот это всё тоже творец. Только вот это всё большое в нашей маленькой голове смоделировано как мозг. И в мозге повторяется всё, что там. Всё, что там. Там есть между половинами мозга взаимодействие. И есть момент, когда две половины мозга временно расходятся с повышенной готовностью соединиться вновь в новом направлении, которое вы ему зададите с помощью своей волевой или какой-то мотивационной установки. Много чего там есть. Так вот, ключ как раз это способ работы с подсознанием. Ключ это способ соединить психические и физиологические процессы в гармонии, в желаемом для тебя направлении, в тот самом потоке. Вот этот Райков Владимир Данилович, которого я уважаю за то, что он в гипнозе не внушал им, как надо рисовать, а просто говорил, вы гении, сразу поднимал им планку, и у них всё включалось, все ресурсы, находили своё место, когда они потом рисовали, лучше рисовали, чем обычно, да. Так я вам хочу сказать, каждый из нас может это сделать без всякого гипноза. вот за это я Райкова уважаю, за то, что он додумался, может сам додумался, может прочитал какую-то литературу, потому что там не всем в наше время тогда недоступны были все иностранные материалы, может ему доступно было, может он сам догадался, молодец, а вот за что я его не уважаю, я вам прямо скажу, я не буду в этом стесняться, я назову вещь своими именами, чтобы вы знали своих кумиров, своих героев, кто и что, это очень важно. Человек звонил на телевидение и говорил о том, чтобы меня там не показывали, меня, меня, и когда его спросили, а что вы против метода ключа, что-то имеете, что-то не так, а он сказал, ну как же я могу что-то иметь против метода ключа, когда я сам это и придумал, а ему сказали, ну вы же никогда об этом не говорили, мы от вас это не слышали, не читали, не видели, вот такой Райков был, а дело в том, что он ходил за мной с видеокамерой и все снимал, ну вот я делаю например в институте профилактической медицины, там лекцию большую, вот Райков появляется с камеры и рядом сопчик идет, которая тест, американский какой-то тест тоже садаптировала, ну сократила, садаптировала для нашей действительности, прославилась этим, так вот они идут, ну теперь я знаю, что сейчас, чем это конец, и в конце своего выступления, в конце, как все уже полетали, когда я показал им приемы, выходит Райков, я говорю, вот я предоставляю слово, и он начинает говорить, ничего нового здесь нету, потому что для мозга есть только внушение и самовнушение, ну, друзья, вот я за это не уважаю, потому что нехорошо звонить из-под тишка на телевидении и говорить, кого показывать, кого не показывать, тем более Райкову, ну зачем, ну у каждого есть свои недостатки, для чего я это рассказал, во-первых, я тут же сказал, что мы это можем делать без гипноза, во-вторых, я объяснил механизм, почему, когда внушает гипнозе возможности человека невероятные в обученческом процессе, что при этом достигается, снятие блоков ума и тела, смена парадигмы, могу я что-то или не могу, потому что каждый из нас имеет некие представления и некие ограничивающие убеждения о том, чего я могу, чего я не могу, вот посмотрите, например, бежит человек и перемахивает высокий забор, и другой бежит и видит, что тот бежит, тоже перемахивает, и третий тоже думает, да, ёлки-палки, а не могу, что я не могу, что ли, живой пример, снял барьер, живой пример, или, например, снять барьер за счёт разминки, размялся перед каким-то видом деятельности, размялся, а синхрогимнастика это идеальная разминка, потому что она компактная, короткая, и каждое действие там подобранное вами, по принципу ключа, синхронно вашему состоянию индивидуальному в текущем моменте, и сразу даёт взрывной эффект, вы сразу за пять минут получаете то, что можно с сорок минут аэробики получить, если правильно сделать, а правильно это подобрать действия, которые вам простые, которые вам нравятся, и которые вам приятны, и которые вам хочется продолжать, ну там есть алгоритм как это делается, мы там на ликбезах посмотрите, о чём я говорю, и на вебинары придёте, потом я вам покажу как это делается, так слушайте меня, и рисовать сможете, стихи писать, я вообще же не поэт, я могу писать проникновенные стихи, например, мне приснилось, что я это ты, что я сплю и вижу твой сон, нехорошо смотреть чужие сны, могут быть не о тебе, но очень глубокая, правда, у меня такие стихи есть, и у вас есть такие возможности, и у вас есть такие, и музыку можете писать, и всё можете делать, вы просто об этом не знаете, потому что ваши представления о музыке, ваши представления о живописи, ваши представления о чём-либо может быть не совсем такие, которые есть в реальности на самом деле, потому что И Левин, и Шишкин, и Репин, и Левитан. Почему они стали такими, великими? Потому что они учились где-то, но при этом делали так, как они делают, а не так, как делают другие. Найди себя, и ты станешь великим. А для этого надо быть почемучкой, надо интересоваться, что на чём построено. Одновременно я проверял микрофон. Теперь, если вы мне напишите, что звук плохой, тихий, я программу микрофона поменяю. Итак, друзья, я вам между слов, как бы так шутя, как бы показав картину, на самом деле на личном примере доказываю вам, что то, что я говорю, это серьёзно. Да, давайте, психологи, выходите, когда показываете свои советы, методы или что-то, на каком-то конкретном деле. Да, вот я на картинах, или, например, я могу сказать, это я тот парень, который выводил первый из острого стресса людей, потому что до меня обычно говорили, из острого стресса не нужно трогать человека, пусть придёт немножко в себя. Да, да. Видите, как раньше было? А почему так говорили? Психологи между собой так говорили. Почему? Потому что инструментов не было. Это я придумал потом, как выводить и в Беслане, и в Каспийске, и в Кизляре, и в Волгодонске после терактов, и потом стал учать психологов МЧС и так далее. Ну и так, друзья, до связи. Пишите, звук нормальный или нет. И мы потом сделаем следующий ролик о сверхскоростном обучении тоже. Давайте. Только может быть другое название, но связано с этим. Это несколько роликов в русле одной темы.